Кто и зачем проводит проверки в едином накопительном пенсионном фонде? Об этом и не только в ближайшие 40 минут. Меня зовут Ольга Цой. Здравствуйте. Требуй чек, выиграй приз. В Астане подвели итоги республиканской акции. О самых требовательных покупателях и о том, почему иногда так полезно проверять чеки. Казахстанский кинематограф ждут большие перемены. Фильмы, которые несут доброе, светлое и что-то важное, они будут просто отрезаны от аудитории. Зачем на казахфильме создадут специальную экономическую зону и как нововведения отразятся на отечественном зрителе? Дела сердечные. В чем преуспели казахстанские кардиохирурги? За эти двери не пустят никого из посторонних даже в таком облачении. Чего в целом добилась отечественная медицина за этот год. Подведем итоги выпуски. Новой площадкой для переговоров по сирийскому кризису может стать Астана. Сегодня стало известно, что в Организации Объединенных Наций готовы поддержать эту инициативу. Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщая о Трио Новости. Идею уже поддержали лидеры России, Турции, Ирана и, собственно, Сирии. Сегодня во время пресс-конференции в Москве это еще раз подтвердил Владимир Путин. Я считаю, должно быть заключение соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии. И после этого сразу же начало практических переговоров по политическому примирению. Президент Назарбаев любезно согласился предоставить эту площадку, создать условия для такой работы. Очень надеюсь на то, что нам это удастся поставить на практические рельсы. Лидеры стран, в частности и России, и Турции уже высказывались, что военного решения сирийского кризиса не существует. Вероятность, что именно Астана станет площадкой для мирных переговоров конфликтующих сторон весьма высока. Целью остается политический процесс в Сирии, который станет полностью инклюзивным и будет основываться на резолюции Совета безопасности ООН 2254. Но как этого добиться с учетом реальной политики? Над этим мы будем работать. Поэтому мы будем приветствовать инициативу Астаны и другие инициативы на этом направлении. О том, что официальная Астана может внести существенный вклад в урегулирование сирийского вопроса, уверены в Турции. В частности, такую точку зрения высказали турецкие парламентарии. С ними пообщался мой коллега Асхат Миязов в кулуарах встречи представителей стран Тюркпа, которая состоялась в Баку. Напомню, парламентская ассамблея тюркоязычных стран была создана по инициативе Нурсултана Назарбаева и сегодня является эффективной площадкой, цель которой объединение тюркского мира. Город Баку – один из самых древних городов Востока. Первые упоминания о нем датируются приблизительно пятым веком. Прогуливаться по его колоритным улочкам – одно удовольствие. Интересный факт – именно здесь, на берегах Каспия, впервые в мире нашли нефть. Оттого сегодня Баку – это город контрастов. На фоне древних построек виднеются современные небоскребы. Этим Баку чем-то напоминает Астану. Город растет на глазах и все больше туристов желают посетить его. Одна из последних новостроек – новое здание секретариата парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Общая площадь – около 3000 квадратных метров. Повторюсь, что здание было специально построено для Тюркпа. А это показатель того, что эта организация на мировой арене всерьез и надолго. В парламентскую ассамблею тюркоязычных стран входят четыре страны – Казахстан, Азербайджан, Турция и Кыргызстан. Председатель Мажелиса Нурлан Нигматуллин за последние дни провел двусторонние встречи со всеми своими коллегами. И пусть для приглашенных журналистов встречи могут показаться затянутыми, однако нужно понимать, что на них решаются действительно серьезные вопросы и, что самое важное, актуальные. Все уже знают, что Турция хочет провести переговоры по урегулированию сирийского конфликта в столице Казахстана. Астана решает уже не первую проблему, поэтому, если честно, мы долго не думали, к кому обратиться. Весь мир знает про миротворческую деятельность вашего президента, Нурсултана Назарбаева. Мы полагаемся на вас и не сомневаемся, что пути решения будут пролегать именно через Астану. Подвести итоги встреч в рамках парламентской ассамблеи к прессе вышел спикер Нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматуллин. Сегодня можно сказать, что парламентская ассамблея тюркоязычных стран – это уникальная диалоговая площадка, которая способствует укреплению тюркского единства в целом. Это в очередной раз подтверждает дальновидность идеи президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева о создании Тюркпа. И открытие нового офиса Тюркпа свидетельствует о стремлении парламентариев наших стран к долгосрочному сотрудничеству. В мире еще не было такой парламентской организации, которая действительно могла бы решать проблемы мирового масштаба. И кто знает, может, Тюркпа возьмет на себя такую ответственность, тем более, что фундамент уже заложен. Асхат Нязов, Аскар Абельдаев и Айбултуяк Паулы. Итоги дня. Баку. Комитет национальной безопасности Казахстана задержал 33 человека по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в религиозной экстремистской организации от Такфир Уальхиджра. Спецоперацию по ликвидации ее ячеек начали несколько дней назад. В ходе обысков обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Большинство задержанных начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием. Таким образом, выяснилось о проведении тайных сборов, где пропагандировалась радиокальная диалогия. Уже установлено, что деятельность казахстанских ячеек управлялась из-за рубежа. Весь мир сейчас следит за ситуацией на Мальте. Там несколько часов назад приземлился самолет из Ливии, захваченный двумя пассажирами. Всего на борту 118 человек. С места событий пока приходят противоречивые данные. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на портал Ньюс Кувейт, среди пассажиров, кроме граждан Мальты и Ливии, есть представители других стран. Мы продолжаем следить за развитием ситуации и по ходу выпуска еще вернемся к этой теме. Но пока продолжим. Курс тенге сегодня приблизился к годовому максимуму. По итогам торгов на казахстанской фондовой бирже доллар США опустился до 328 тенге 91 тиин. И это несмотря на то, что нефть сегодня незначительно, но все-таки подешевела. Баррели талонной марки Brent сейчас стоят меньше 55 долларов. Эксперты считают, что на курс национальной валюты сейчас влияют не столько текущая ситуация на сырьевых рынках, сколько их ожидания дальнейшего роста цен после вступления в силу соглашения ОПЕК о сокращении добычи. Это произойдет уже 1 января. Нацбанк Казахстана совместно с правоохранительными органами проводит проверку ЕНПФ. Речь идет об операциях инвестирования собственных в Нацбанке. Это подчеркивает инвестирование собственных средств фонда в ценные бумаги одной из казахстанских компаний. Как заявлено в официальном релизе, собственные активы ООО ЕНПФ формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности и управляются фондом самостоятельно. Таким образом, пенсионные накопления граждан отделены от баланса ЕНПФ и учитываются раздельно. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки, сообщается в пресс-релизе финрегулятора. Ранее ЕНПФ прокомментировал сообщение СМИ о том, что в ходе проверки выявлены хищения 5 миллиардов тенге, которые были инвестированы в облигации одной из казахстанских компаний. Согласно официальному заявлению на сайте фонда, в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг. Пока ни представитель Нацбанка, ни ЕНПФ не комментируют ситуацию. Но мы попросили экономиста Жараса Ахметова пояснить, как формируются собственные активы фонда и как они отделены от накоплений рядовых граждан. И вот что он ответил. Все наши пенсионные накопления собираются в пенсионном фонде. Размещение пенсионных накоплений занимает управляющая компания. В нашем случае это Национальный банк. Национальный банк определяет, какие ценные бумаги. Руководство Казахавтодора и государственные аудиторы счетного комитета признали вину и раскаиваются в содеянном. Об этом говорится в сообщении, которое сегодня распространила пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции. Задержанные признали, что собирали деньги для передачи взятки аудиторам счет комитета. Ревизор и главный бухгалтер Казахавтодора находятся под домашним арестом. Руководители территориальных подразделений вышли под залог и находятся на свободе. Напомню, аудиторы были задержаны при проведении плановой проверки, где получили часть взятки 16 миллионов тенге от генерального директора Казахавтодора и его заместителя. Представители комитета должны были закрыть глаза на финансовые махинации и подписать все необходимые документы. Крупную сумму для такого внушительного подношения собирали все руководители областных филиалов дорожного РГП. Тоже и провинились, но пока не раскаялись. Выборщикам, которые отказались голосовать за Хиллари Клинтон, выписали штрафы по 1000 долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press. Дело в том, что согласно закону штата, выборщики, которые избранные партией, подписывают обязательства, что они будут голосовать за выдвинутого партии кандидатов в президенты. Но четыре выборщика из Вашингтона решили обязательствами пренебречь. И теперь им в течение 60 дней необходимо оплатить штраф. В противном случае им грозит разбирательство в суде. Подозреваемый в совершении берлинского теракта убит в перестрелке с полицией в Милане. Один из полицейских получил ранение. Напомню, 24-летний гражданин Туниса был объявлен в международный розыск. Полиция Германии установила, что именно он находился за рулем фуры, которая протаранила толпу на рождественской ярмарке в столице ФРГ. Тогда погибли 12 человек, пострадали 48. После того, как было проведено необходимое в данном случае расследование, могу сказать, что убитый этой ночью, без тени сомнений, Анис Амри, подозреваемый в исполнении теракта в Берлине. Сегодня в Германии, Британии и Австралии были предотвращены новые возможные теракты. По данным полиции, все задержанные имели связь с радикальной группировкой ДГИЛ. Их мишенью были крупные торговые центры и вокзалы. Напомню, в Европе вот уже почти неделю усилены меры безопасности. И вернемся к ситуации на Мальте. Напомню, там несколько часов назад приземлился самолет из Ливии, захваченный двумя пассажирами. На борту находились 118 человек. К этой минуте известно, что все пассажиры и экипаж освобождены. А захватчики, которые грозили взорвать самолет, сдались властям. Об этом сообщает СИНН. Напомню, что угонщики граждане Ливии требовали предоставить им политическое убежище в одной из стран ЕС и освободить из тюрем в Ливии заключенных. А также обеспечить безопасный коридор для выхода боевиков из Бенгази. Об этом сообщал канал Аль Раби. Мы будем дальше следить за развитием событий на Мальте. А пока к другим событиям в мире. В Британии готовятся к Экспо-2017. И уже известно, что павильон королевства планируют сконструировать в стиле казахской юрты. Об этом сообщает наш собственный корреспондент в Лондоне Галымжан Караманулы. Участие в Великобритании, международной выставке в Астане весьма символично. Британцы первые, кто провел у себя всемирную выставку Экспо 165 лет назад. Некоторые ее экспонаты до сих пор хранят в музее в Кембридже. Предлагаю вместе окунуться в историю. Великая выставка промышленных работ всех народов. Именно так называлась первая экспозиция, которая состоялась в 1851 году в Лондонском гайдпарке. Тогда это стало новой вехой в истории промышленной революции. Промышленники и бизнесмены воспредили новость о проведении выставки с воодушевлением, потому что видели в Экспо отличную возможность развития всемирной торговли. Более полутора века назад на первой выставке Экспо представили такие изобретения, как прототип факс-машины и предсказатель Бурев. На тот момент они действительно были сенсацией. Чтобы собрать аудиторию, выставили богатые охотничьи трофеи и даже знаменитый алмаз Кахинур. Тогда выставка дала возможность показать не только то, что произошло, но и стала вестником того, что произойдет. Другими словами, проведение Экспо в Великобритании дало толчок к развитию новых технологий. Надеюсь, что так же будет и в Казахстане. Порядка 20 ведущих британских компаний выразили желание участвовать в работе Экспо-2017. По словам генерального комиссара выставки от Великобритании Чарльза Хендри, их павильон станет одним из самых масштабных. Британцы планируют сфокусировать внимание на инновационных технологиях и исследованиях мирового класса, которые направлены на решение энергетических проблем. Образование также является одним из основных приоритетов. Между Казахстаном и Великобританией уже налажены прочные связи в этой сфере. Британцы хотят использовать Экспо для привлечения еще больше студентов. Мы желаем дать понять британским компаниям, что сотрудничество с Казахстаном даст позитивные результаты. К тому же, ваша страна является уникальной возможностью для доступа на рынки соседних стран, таких как Россия и Китай. В 1851 году первую выставку посетили около 6 миллионов человек, обеспечив организаторам небывалые доходы. В следующем году Казахстан тоже планирует получить долгосрочную прибыль во многих аспектах. Каламжан Хараманно, Великобритания. Специально для итоговых новостей. Ну а в экспо городке в Астане сегодня заработал аккредитационный центр. Пропускные процедуры, правда, пока проходят в тестовом режиме. В базу уже занесли работников строительных компаний, работающих на территории выставки, и организаторов ее проведения. На очереди волонтеры. И уже с 1 мая следующего года аккредитацию начнут получать участники международного события. В соседнем зале расположился центр обслуживания участников. Это что-то вроде привычного нам ЦОНа, но ориентированный преимущественно на иностранцев. Государственные услуги по принципу одного окна здесь будут оказывать представители налоговых, правоохранителях, миграционных, таможенных органов и других организаций. Здесь же можно будет получить консультации юристов. Основной направленностью системы является именно обеспечение безопасности при проведении выставки, так как в этот период мы в целом планируем выдачу порядка 100 тысяч аккредитационных бейджей. Ноу-хау, который, возможно, будут обсуждать участники выставки Экспо. Во Франции открыли первую в мире дорогу с покрытием из солнечных батарей. Пока протяженностью лишь в один километр. В ближайшие пять лет власти страны намерены положить еще тысячу километров полотна из прочных фотоэлектрических панелей. Такое дорожное покрытие легко выдерживает вес машин, даже грузовых, и позволяет экономить сельхозземли, которые раньше использовали под установки таких панелей. О передовых технологиях уже в медицине. 18 казахстанских врачей успешно прошли стажировку в Сеуле по программе «Болошак». Отечественные специалисты, в частности, учились проводить процедуру лапароскопии, но не своими руками, а с помощью робота. Процедура подразумевает проведение операции через небольшое отверстие, что позволяет избежать кровопотери. После такого вмешательства пациент восстанавливается гораздо быстрее. В Казахстане подобные операции тоже проводят, но только руками хирургов. Между тем, использование робота обеспечивает большую точность манипуляций. Мы сотрудничаем с Казахстаном в течение четырех лет. За это время прошли стажировку 150 казахстанских хирургов, терапевтов и урологов. В корейских клиниках проходят стажировку врачи из Индии, Филиппин, России и других стран. Врачи из Казахстана, которые приезжают по программе «Булашак», очень ответственны и демонстрируют отличные навыки. Впервые до нуля снизилось число летальных исходов после операции на сердце в этом году в Кустанайской области. Кардиохирургия в регионе развивается не только качественно, но и количественно. Там впервые начали проводить операции на открытом сердце. Игорь Нидерер увидел, чье сердце стучит в унисон с достижениями современной медицины. Это сердце. Живое человеческое сердце, которое поместили в специальный аппарат для пересадки. Тот, в чьей груди оно билось, погиб, но родственники решили, пусть трагедия поможет кому-то выжить. И другая человеческая жизнь была спасена. Это стало возможным благодаря развитию трансплантологии, кардиологии и хирургии в регионе и в стране. Мы бываем на конференциях, на симпозиумах, в том числе с международным участием. Люди, конечно, удивляются тому, что в Казахстане произошло за последние годы. А это другой пациент. В анамнезе инфаркт и низкая сократительная способность миокарда. Медики поймут. Шунтирование – это высший пилотаж. И 31-летнему хирургу все удалось. У динамики состояние больного улучшилось. Можно у пациента самого спросить. Надеюсь, он себя... Сейчас были тоники изначально шли, кардиотоники. Сейчас тоники убрали. Слов нету. Слов нет, довольны. Вчера я проснулся после этого. Приятно стало? Самому приятно. Группа кардиохирургов появилась в области в 2008-м. Сейчас это сплоченный коллектив, где есть свой физиолог и анестезиолог-реаниматолог. За эти двери не пустят никого из посторонних даже в таком облачении. Сейчас здесь идет очередная операция аортокоронарного шунтирования. За год в областной больнице провели 50 высокоспециализированных операционных вмешательств с нулевой летальностью. В 2017-м наберены прооперировать не менее сотни пациентов. В перспективе кустанайские медики планируют освоить операции на крупных сосудах, эффективно лечить ишемию и болезни кровообращения. Это внедрение также высоких технологий, это стентирование сосудов головного мозга, это операции на сосудах мозга, когда есть показания. Это тот пласт работы, к которому мы должны будем приступить. Для справки. За шесть последних лет в регионе построено 16 амбулаторий, 4 больницы и одна поликлиника. Здравоохранение области освоило 30,3 миллиарда бюджетных денег. До сих пор есть дефицит в 119 врачах узкой специализации, но эта цифра снижается год от года. Все будет хорошо. Игорь Нидерар и Сергей Трахценберг. Специально для итогов дня. Кустанайская область. В кардиохирургическом центре Мангестауской области открыли комнату для психологической разгрузки детей после операции. Стены там украшены изображениями сказочных персонажей. Дети в такой комнате могут играть, смотреть мультфильмы, рисовать, собирать конструкторы. За три года работы кардиохирургического центра лечения там получили больше 200 детей. Работники детских садов из Каменогорска больше не смогут пользоваться смартфонами на работе. Требования отказаться от гаджетов выдвинули в Совете родительской общественности ВКО. Там решили, что воспитатели и нянечки во время работы могут отвлекаться на сообщения в интернете. В Алматы проводят рейды по выявлению незаконных точек продаж не сертифицированной пиротехники. Только за последние четыре года. Из-за использования таковой сильнейшие ожоги в городе получили около 300 человек, в том числе и дети. По итогам рейда у 12 продавцов не оказалось сертификатов. Каждый из них оштрафован на 11 тысяч тенге. Границы Кустаная могут расширить за счет прилегающих населенных пунктов. Пригородные села Заречное, Мичурино и Алтынсарино сейчас активно достраиваются. У 19 наиболее перспективных сел области появятся свои генпланы, что может простимулировать градостроительное развитие в целом. В Алакольском районе Алматинской области запущен завод по переработке маслячных культур. В сутки он обрабатывает 120 тонн сырья. 70-80% продукции будут поставлять в Китай. Возле завода открыт пункт приема для сбора собранного аграриями урожая. Благодаря открытию предприятия работу нашли 70 человек. В Казахстане создадут Государственный фонд поддержки национального кино. Его главная миссия – финансирование производства национальных фильмов, их проката, показа и тиражирования. Создание столь необходимой для отечественной киноиндустрии структуры заложено в специальном законе. Надея Туякова пыталась понять, поможет ли законодательство поднять отечественное кино на новый уровень. Не так давно в этом же самом зале Национальной академической библиотеки уже обсуждали положение дел в казахстанском кинематографе. Правда, все разговоры велись вокруг концепции развития киноиндустрии. Спустя несколько месяцев кинодеятели говорят уже о другом документе, законопроекте, которого в нашей стране ждут не первое десятилетие. Я прошу обратить на это внимание, попытаться каким-то образом либо помочь бизнесу, либо посредством дополнительного выделения бюджетов поменять то оборудование, которое находится в отремонтированных домах культуры. Глава крупнейшего казахстанского кинодистрибьютора Вадим Галенко говорит, похоже, о наболевшем, об остром дефиците кинотеатров в стране. В среднем, по его словам, в кино ходят лишь 70 тысяч казахстанцев. Иногда эта цифра достигает 300 тысяч, когда в прокате по-настоящему крутой блокбастер. Но и это катастрофически мало для 17-миллионной страны. Это самая важная проблема нашего кино на современном этапе. Фильмы делать мы научились, кадры готовить мы сейчас готовим. И причем на международных фестивалях завоевываем хорошие призы. Но, к сожалению, система доведения фильмов у нас не работает. 85% всех сборов кинотеатров приходится на Астану и Алматы. В областных центрах кинотеатров, как правило, единицы. А в райцентрах и поселках о больших экранах даже не мечтают. В профильном министерстве отвечают. Этот вопрос можно решить в том числе за счет обеспечения доступности имеющихся культурных сооружений. Это не только вопрос культуры, это вопрос, скажем, и инвестиций, это вопрос и развития регионов. Как нам кажется, это не только строительство как таковое физическое, так и, например, использование тех площадей, которые существуют сейчас. Закона о кино в Казахстане прежде и никогда раньше не было. Были лишь попытки и понимание необходимости его принятия. Сейчас, говорят кинематографисты, время наконец пришло. И законопроект планируют внести в парламент уже в следующем году. Главная его задача – создать благоприятные условия для поддержки и продвижения отечественной кинопродукции. Для этого, в частности, планируется создать Госфонд поддержки национального кино. Он будет аккумулировать средства для производства фильмов, их проката и тиражирования. Это средства, как я сказала, государственные, это средства инвесторов, это средства, которые будут получаться от кино, то есть от продажи билетов. От прибыли будет вноситься в фонд, который, опять же, эти средства будут идти на воспроизводство, на производство кино. Кроме того, согласно законопроекту, из «Казахфильма» выделят целый Госфильмофонд с бесценными киноколлекциями, которые будут подвергаться необходимой по нынешним меркам оцифровке. Есть и норма об обязательном выделении эфирного времени для рекламы казахстанских лент на телеканалах. Обязательным станет применение госязыка при дублировании либо субтитрировании фильмов. Приятные новости для потенциальных инвесторов. На территории «Казахфильма» создадут специальную экономическую зону с льготным налоговым режимом для тех, кто снимает национальное кинодостояние. Назиат Уякова и Алибек Алиев. Итоги дня. У Астаны появится свой туристический символ. Его выберут по результатам конкурса. Он стартует с 26 декабря. Автор лучшего эскиза получит 2 миллиона тенге. Знак, которому суждено стать имиджевым брендом Астаны, должен отражать статус города, его туристическую привлекательность, достопримечательности, особенности ландшафта и историю. Заявки на участие в конкурсе Акимат будет принимать до 25 января 2017 года. Денежные призы получат также авторы эскизов, которые займут второе и третье места. В Алматинской области проходит чемпионат Казахстана по лыжным гонкам и биатлону. Вместе с тем, это и отборочные соревнования, которые пройдут в будущем году. Азиатские зимние игры в Японии, чемпионат мира в Финляндии и универсиада в Алматы. В состав национальной сборной лыжников войдут 8 юношей и 8 девушек, учащиеся отечественных вузов. В ближайшие дни станут известны имена всей команды, которой предстоит сразиться с сильнейшими спортсменами мира. В Казахстан приедут атлеты из 56 государств. По лыжным видам спорта главными конкурентами наших спортсменов традиционно станут представители Скандинавии и России. Конкуренция будет очень серьезная. Мы проводили здесь позапрошлом году чемпионат мира среди юниоров. И наша страна новая. Все хотят приехать, все хотят посмотреть, все хотят посоревноваться. Поэтому легких побед и легких миндалей мы не ожидаем. Хорошая новость перед выходными от синоптиков. В Казахстане ожидается потепление. В западных и северных областях морозы начнут отступать уже в воскресенье. А на остальной территории республики повышение температуры ожидается в начале следующей недели, сообщает Каз Гидромет. В Карагандинской области официально стартовало празднование Нового года. Тысячи горожан и более сотни пар дедов Морозов со своими снегурочками собрались на главной площади областного центра, чтобы вместе зажечь главную елку региона. Раз, два, три! Гори! Елочка! Гори! Ее высота около 25 метров. Ель, хотя и искусственная, но ее хвоя выросла на местном предприятии. Новогоднее дерево украсили порядка 150 огромных снежинок и свыше 1000 метров разноцветных гирлянд. Так что ее сияние будет видно почти из всех концов города. Всего же по городу становят почти 70 новогодних елей. В этом году на устроение праздника в Караганде потратили меньше, чем в прошлом, около 60 миллионов тенге, но получилось со вкусом. По всему городу появились креативные и декоративные композиции, гирлянды и светодиодные арки. Праздничным настроением карагандинцев заряжают творческие коллективы, местные эстрадные звезды и актеры в костюмах ростовых кукол. Зажение елки получилось масштабным и красочным, а кульминацией торжества стал продолжительный фейерверк. Ювелирные украшения, керамическую посуду, этнические сувениры и многое другое можно найти на ежегодной вернинской ярмарке в Алматы, которая будет работать до воскресенья. Вся продукция, которая выставлена в Национальном музее, сделана руками талантливых мастеров из 12 стран мира. Агентство Хабар исполняет новогодние желания детей. Наше телесемейство приняло участие в масштабном благотворительном проекте фонда Дара «Елка желаний». Сегодня сотни детей с ограниченными возможностями, поверившими в чудо, получили то, о чем мечтали и убедились в том, что самые откровенные желания сбываются. Главное – верить. Наш корреспондент Сабиба Ибусинов, который тоже принял участие в акции, увидел радость детей. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Дамир. Мне 11 лет. Я живу в Астане. Дедушка Мороз, я очень люблю зиму, потому что можно кататься на коньках, санках и лыжах. Это одно из сотен писем с детскими новогодними желаниями. Непосредственные, трогательные, серьезные, иногда невыполнимые, но с надеждой на чудо. Проект «Елка желаний» благотворительного фонда Дара существует вот уже 6 лет. Авторы писем – дети с ограниченными возможностями, обучающиеся на дому. Есть также такие пожелания, когда просит Дедушка Мороз сделать так, чтобы я начала ходить, и бы моей маме было легче ухаживать за мной. Но, к сожалению, мы такие не сможем пожелания исполнить. Но, тем не менее, мы обращаем внимание и обращаем внимание общества к этой проблеме, что некоторые дети, например, они бы могли бы учиться в обычных школах, если бы наши школы были бы готовы принимать таких детей. В этом году благодаря неравнодушным только в одной Астане удалось осчастливить 400 детей. Еще 500 желаний выполнили Деды Морозы Алматы. Десятилетний Олег тоже написал письмо, но попросил не игрушки и не коньки, а куртку. Я даже когда во сне засыпаю, о ней мечтаю. Жду, жду пока этот Новый год. И вот моя мечта сбылась. Дед Мороз, спасибо большое. О теплой куртке я всегда мечтала. Дедом Морозом в эти предновогодние дни мог стать любой желающий. Свой посильный вклад в доброе дело внесли и сотрудники агентства Хабар, которые не первый год участвуют в благотворительном проекте. Мы для себя считаем большой честью поддержать данный проект, потому что те дети, которые, к сожалению, не имеют возможности передвигаться или ходить в общественных местах, ходить в школы, они нуждаются в поддержке общества. На новогоднюю елку с Дедом Морозом и Снегурочкой, к сожалению, по состоянию здоровья смогли прийти не все дети, но их подарки упакованы и обязательно дойдут до адресата, потому что для этих детей исполнение одной мечты рождают веру в то, что обязательно сбудутся и другие. Сабиба Игусинов, Еркаблант Леугазе. Итоги дня. Верьте в мечты и все получится. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok